МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА Агентство Блумберг, которое выкладывают, выкладывают, выкладывают и никак не выложат целиком. Интервью, взятое 1 сентября, зрители Российской Федерации целиком увидят только сегодня ночью, 6 сентября, через 6 дней. Как вы думаете, с чем связано такое долгое отрубание хвоста по кусочкам? Мне кажется, что это такой пиар-ход в том смысле, что поддерживается напряжение, интерес к этому интервью среди тех, у кого этот интерес еще не упал. При том, что телевизор дает куски самые неинтересные, вялые и спокойные, а там есть масса нюансов смысловых, эмоциональных, вербальных, очень интересных, очевидно, неблизких широким массам народа. Поэтому здесь в пиаровском смысле это, конечно, интервью двойного назначения. Там есть куски для широких масс, официозные такие, есть куски для нефтяников, для нефтяных рынков, есть куски для Запада, чуть-четко ориентированные туда, есть куски для знатоков политики, всем сестрам, в общем, по серьгам. То есть какое-то значение они придают всей этой мозаике существенно? Безусловно, хотя с этим пиаром действительно все очень сложно, потому что мы все помним, или не все помним, опять же, встречу Путина с выпускниками Итана. А, никто не помнит, потому что они уже приказно забыть. Сначала фотографии выкладываются, потом фотографии убираются, говорится, что это частная встреча. Но почему бы не представить руководителя страны таким человеком, который, в общем, пестует молодежь. Английскую. Причем английскую, не только свою. Может быть, кто-то в этом осмотрел какой-то не тот месседж. В общем, народ-то, в общем, все равно, что там ему показывают. Но, в принципе, это очень привлекательно, когда с молодыми людьми он готовит смену, очевидно, не нашу, а английскую. Он общается с теми людьми, которые будут руководить Великобританией спустя годы, когда Путин, возможно, станет еще раз президентом. Ну, поскольку он человек непредсказуемый, и его кадровые назначения не всегда истны и просчитываются, то совершенно не исключено, что для России он готовит большое европейское будущее. И кто-то из этих выпускников, Итана, окажется тем самым молодым, но зрелым, которого нам проанонсировал Владимир Владимирович. Собственно говоря, это и есть тема нашей сегодняшней передачи. Совершенно неожиданно в этом интервью Владимир Путин, ну, не то чтобы неожиданно, но, тем не менее, мы убедились, что есть шанс, что он не пойдет на выборы в 2018 году. Он дал такой шанс россиянам, что я не пойду. Я должна напомнить, уважаемые зрители, и Андрей, может быть, не знает, что у нас случилась передача в минувший четверг с Митей Олешковским и рядом журналистов, которые успокаивали. Вы говорили, что ничего страшного, если Путин уйдет. А он говорил, будет катарсис, апокалипсис, будут крови в жертвы и так далее, не дай бог он уйдет. И вдруг лично включился в успокоение Митя Олешковского сам Владимир Владимирович. И говорит, ничего страшного, если я уйду, придет другой в 2018 году, придет новый, которого выберут люди. И когда журналист просит описать его, каким бы он был, этот человек Владимир Владимирович пытается описать. Главное, из этого мы вычленяем. Давайте посмотрим и вычленим. В 2018 году вы станете президентом, который дольше всего оставался у власти. Есть ли у вас какие-то соображения в отношении того, как вы покинете, сдадите свои полномочия? Я могу либо принять участие в выборах, либо не принимать. Если не буду принимать участие, то тогда будет избран другой главы государства, другой президент России. И уже сами граждане решают, за кого нужно проголосовать. Вы только что реорганизовали свое правительство, некоторых повысили, некоторых бывших из службы охраны вы повысили. Думаете ли вы, что будущий лидер России будет представителем более молодого поколения? Да, конечно. Я исхожу из того, что будущий лидер должен быть достаточно молодым человеком. Ну, но зрелым. Что касается представителей различных спецслужб, вооруженных сил, это же никакой новизны здесь нет. У нас не в первый раз, скажем, на уровень руководства регионов выдвигаются представители Министерства обороны, Федеральной службы безопасности. Ну, не исключением является, скажем, Федеральная служба охраны, чем они хуже. Главное, чтобы человек хотел расти, хотел бы, был бы способен к этому росту, хотел бы служить в стране своей на участке работы с более широкими полномочиями и ответственностью. И если он хочет, и я вижу, что у человека есть потенциал, почему нет, вполне может поработать. Ну, вот этот хохот английского журналиста подрезается в показе государственных каналов. Я не слышала, как он хохочет. Первый раз вот сейчас слышу, что когда Путин говорит зрелым, он почему-то веселится. Вот что, Андрей, у него вызвало, вы считаете, такую реакцию? Вообще, я бы обратил внимание на качество работы английского журналиста. Многие просто не знают, что Миккл Твейт, это глава Блумберга, до этого на минуточку был главным редактором журнала The Economist, самого влиятельного в мире экономического журнала. Это серьезный парень. И вопрос он задавал действительно очень свободно. Надо дать должное, Путин всегда готов ответить на любые вопросы с той же степенью как бы откровенности. Но не каждый готов задать такие любые вопросы. Да, иногда перевербовывают журналисты на свою сторону, но с Миккл Твейтом это вряд ли получилось бы. Ну, во-первых, Путин сказал, что... Потом сказал, что после этого вопроса, что 16 лет... Во-первых, не 16 лет он у власти, как сказал Миккл Твейт, а меньше. Он исключил из этого срока срок пребывания премьер-министром. Как будто бы он не был власти. Формально, юридически, да, окей. Хотя это тоже власть вообще, это второй, третий человек в стране. Во-вторых, стал, как всегда, это у нас уходится. Все обращают внимание на зарубежные примеры, когда у нас вводится закон об иностранных агентах, мы киваем на Америку и так далее, и так далее, что это все зарубежный опыт. Мы не впереди планеты всей, мы заимствуем. Он показывал какие-то примеры, сколько там кто сидит в разных странах. Ну, конечно, без учета того, как устроена политическая система разных стран. Но нам-то, естественно, россиянам постсоветским вспоминается Леонид Ильич, который просиделся на 1965-го, по свою кончину в 1982-м году. Немножко больше. Путин точно будет, значит, точно достигнет масштабов Леонида Ильича. Значит, дальше придет молодой и зрелый. Я считаю, что молодой и зрелый, это и есть Путин. Еще не вырос преемник новый. То есть он же не брежневского возраста, значит, молодой. Значит, молодой. Но он должен быть зрелый, значит, не очень молодой. Значит, уже поработавший где-то там в вертикали, в горизонтали, в охране. В вертикали президентства страны. В охране, в протоколе, в аппарате и так далее, и так далее. Но такого человека нужно растить. Сейчас никто никого не растит, на самом деле. Сейчас решаются чисто тактические задачи перед 1918-м годом, чтобы Путин продолжил свое правление. О стратегических задачах никто не думает. Растить надо сейчас. Вот в этой связи вспоминается классический роман Юрия Олешева «Три толстяка». Значит, там готовился наследник заранее. Мальчик четырехлетний был взят, значит, разлучен с сестрой, взят на воспитание, значит, во дворец, во дворце. Из него делали настоящего руководителя злого, бессердечного. Историю он изучал примерно такую, какую нам сейчас пытаются сделать, там, единый учебник. Это история войн, государственных преступлений. Да, значит, ему говорили, что у него железное сердце, что он должен быть жестокий, и вообще он скоро будет правительным. Вот так готовят наследника, да. Значит, сейчас нужно вот искать какую-то фигуру. Если она должна быть молодая, совсем юная. То она должна быть силовая. Должна быть силовая, да. Попросил Владимир Путин не списывать со счетов всех этих силовиков молодых, которых английский, иронично, перечислил журналист, что у вас же все силовики. Он говорит, ну и что же ты силовики, а что они не люди? Ну вот у нас нет такой схемы дворцового воспитания, наверное, кто же его знает. Но у нас нет и Итана. В Итане готовится, да, британская элита. У нас нет такой традиции, потому что, слава богу, у нас есть, правда, МГИМО, где готовят бессердечных дипломатов, готовых выполнить любой приказ любого правительства. Президентов раньше готовили в обкомах партии. Да, но это была настоящая восходящая мобильность. Людей пробовали на одной работе, на другой, бросали на разные управленческие участки. Это были серьезные ребята с большой школой жизни. Но, кстати, Горбачев считался молодым за 50 лет, сколько он там, 53-54, когда он стал генеральным секретарем. Это был молодой генеральный секретарь. Мы движемся, в общем, в таком, не сказать, что совсем уж геронтократическом ключе, потому что Путин меняет команду на более молодых людей. Но сам-то он не молодеет, да, то есть он в хорошей форме, но, так сказать, в следующем сроке это будет человек уже не очень молодой. В этом смысле мы измеряем молодость такими вот мерками, эталонами позднего СССР. В позднем СССР человек за 50 считался молодым, перспективным, вот как Горбачев. Так что в этом смысле мы немножечко вошли в такое советское состояние. Дело в том, что от того, что ведь Путин на такое количество лет азурпировал власть, мы даже не можем сделать выводы в современной России, откуда берутся президенты. То есть получается, что на Ельцине обрывается вот эта цепочка обкомовских назначений, выборов, назначений, подготовки. На нем обрывается. Дальше возникает Путин, мы знаем, как он возник, мы все это прекрасно помним, кто его привел, кто кому порекомендовал, но мы не можем никак это обобщать, потому что это один пример, единственный. То есть он не дает возможности проследить, как делаются, из чего выкристаллизовываются президенты в Российской Федерации. Он не дает, он заблокировал эту возможность. Это правда, нет институтов выращивания президентов, потому что нет конкуренции. Ее даже толком нет, не то что в публичном поле, ее нет, очевидно, внутри аппаратов разнообразных, потому что единственный человек, кто назначает конкурирующую фигуру, это Путин. Ведь он сталкивал лбами Иванова и Медведева и смотрел, кто ему больше подходит. Это была конкуренция. Это была конкуренция дворцовая, это была конкуренция внутри одного человека. Конкуренция назначенцев. Да, я назначил, кто будет конкурировать. Да, вот откуда они берутся. Они берутся из головы руководителя. Куда они деваются, мы лучше знаем. Они становятся спецпредставителем по природе. Мы еще не знаем, чем закончится карьера Дмитрия Анатольевича, но поскольку он все-таки был местоблюстителем, он, возможно, получит какой-то более внятный пост после окончания трудовой вахты. Хотя я не очень понимаю, зачем его менять, потому что он очень функционален, удобен, сидит в середине между двумя балансирующими крыльями, между либерал-лоэлистами и силовым крылом, и вполне себе годится на функцию такого технического премьера. Ну, то есть Владимир Путин узурпировал свою личность, вобрал всю систему смены президентства страны. Вот сейчас он говорит, что я решу. Если я не пойду, то я решу, каким он будет, и я вот решаю, что он будет таким. И мы обращаемся к слушателям, к нашим зрителям. У нас прямой эфир, телефон 8 800 222 12. Вы считаете, это он всерьез думает, что он может не пойти на выборы 2018 года? Вы думаете, что он для себя допускает такую возможность? Или это в чистой воды кокетство? Давайте мы начнем слушать экспертов, которых мы записали сегодня, и которым мы точно такой же вопрос обращали. Вот с Ильей Яшин начнем. Ну, этого не знает никто, кроме самого Путина. Я думаю, что у Путина есть только один преемник. Это сам Путин. И задача Владимира Владимировича оставаться у власти столько, сколько это возможно. До конца своих дней, которые он хочет продлевать до бесконечности. Лидеры такого типа, как Путин, не уходят от власти просто так. Они могут на время поставить какого-то местодержателя, вроде Медведева, человека абсолютно зависимого, человека несамостоятельного. Но отказываться от власти, передавать кому-то власть и уходить от рычагов управления страной Путин, очевидно, не намерен до конца своих дней. Потому что Путин прекрасно понимает. Может быть, он уже устал от власти, может быть, ему все надоело. Мы же не знаем, что у него в голове происходит. Но Путин прекрасно понимает, что если он лишится политической власти, то он лишится всех своих экономических активов, он, возможно, лишится свободы. И у него будут очень крупные проблемы. Потому что то, как он правит страной, делает его очень уязвимым после лишения политической власти. Примерно, речи их очень много. Андрей, ну вот согласитесь ли вы с тем, что сам для себя он все решил? Он, может быть, он действительно может этого не хотеть, он устал, но он решил, что он не может позволить себе эту власть выпустить. Дело в том, что, во-первых, нет механизмов демократических, которые позволили бы ему найти конкурента. Поле так зачищено за эти годы, что он, правда, вне конкуренции. Но не выберут никого. Если только он сам уйдет с этого поля. Если он пойдет на выборы, никого не выберут. Он может уйти и сказать, вот, голосуйте за Пупкина, по сути дела, считайте, что это я. Но это плохая ситуация для него и для избирателя, который будет дезориентирован и так далее. Механизма нет. Во-вторых, он так долго, чем дольше он сидит в власти, тем меньше шансов с нее, что называется, соскочить. Потому что то количество контактов, связей, решений, которые завязаны на него, вынуждает его ощущать себя в этой корпорации России, как в подводной лодке. Он не может выскочить из подводной лодки без какого-то кислородного баллона. Этот самый кислородный баллон должен образоваться в период с 2018 по 2024 год. Если он действительно соблюдает Конституцию, что возможно, на мой взгляд. Ему нужно подготовить свой уход, чтобы не было вот этого всего, вот этих вот иллюстраций, о которых говорят всякие демократы, чтобы он спокойно уходил на пенсию, никто не относился к нему как к бывшему диктатору. Мы, к сожалению, не Испания, где стали возможны в их политической культуре пакты Монклоу после многолетнего правления Франка. Переход к демократии состоялся, где ряд деятелей старого режима были встроены в новую систему и, в общем, работали вполне себе эффективно. У нас все может оказаться сложнее. Дай Бог, чтобы этот транзит был мирным на самом деле, и чтобы он был в правильную демократическую сторону. Транзит возможен в более агрессивную, агрессивно-репрессивную сторону. В этом смысле Путин некоторый балансир этой системы, он не отпускает ее в совсем уж авторитарную такую сторону, хотя наш режим уже становится жестко авторитарным на самом деле, даже не гибридный, а вполне себе жестко. И вот все эти аргументы говорят в пользу того, что он не уйдет в 2018 году, у него будет очень тяжелый срок не только с точки зрения непредсказуемости экономики, политики и так далее, с точки зрения того, что он будет делаться с этими элитами, которые начнут готовиться сразу в первый же день после инаугурации к 2024 году. И напряженно думать о том, как им выживать эти шесть лет, чтобы потом войти в следующий цикл, оставшись в элите, оставшись при собственности, при власти. На кого ставить? На кого укажет Путин? Или на кого не укажет Путин? Кто станет премьером или не станет премьером в первые годы его правления? Очень длинный срок, шесть лет. На самом деле, это была ошибка, когда они продлевали этот срок. Это ловушка. Это может выгореть харизма Путина, а может и не выгореть. Это сгорит харизма первого премьер-министра, которого он назначит в начале своего срока. Может быть, чтобы указать на преемника, ему придется назначить еще другого премьер-министра в середине этого срока и сказать, вот, на самом деле, я передаю образы правления этому человеку. Здесь все безумно сложно. Если он его видит уже сейчас, важно не передержать его. Не передержать. Да, вот здесь вот молодое вино, старое вино, не прокис. Не перезрел. Не перезрел. Безумное количество сложных вопросов, но главное, вот эта власть действительно тактически очень грамотно находит разнообразные ходы. С стратегического видения нет никакого. Даже византийско-дворцового видения. Как в византийско-дворцовом смысле перераспределять власть после 1918 года? Я уж не говорю про экономику несчастную. Ну, после 1918, естественно, пока что вы говорите с участием Путина и с его победой Путина. Ну, а мы спросим слушателей все-таки, а вдруг он верит в то, что сам говорит. Алла из Тульской области. Здравствуйте. Говорите, пожалуйста. Да, Елена Андреевна, добрый день. Вот смотрите, я как раз думаю, что очень вероятно, что он не пойдет в 1918 году на выборы. Ну, во-первых, если эти выборы еще будут. Потому что, может быть, там, ну, военное положение, там, ну, мало ли что, или просто Россия не доживет до 1918 года в таком виде. Так что, в общем, это еще неизвестно, будут ли они. Но если они будут, очень вероятно, что он и не пойдет. Во-первых, ну, там, про здоровье я не говорю. Ну, наверное, каждый диктатор уверен, что он вечен. Вот. Но дело в том, что, что, как бы, надвигается в смысле экономическом, ну, смотрите, как получилось. Ну, до 2008 года было же замечательно все при мне. Ну, вот, стоило только оставить на этого Медведева. И вот, смотрите, все посыпалось. Какие-то кризисы, какие-то болотные. Вот. Ну, не умеет никто, кроме меня. Вот. А тут, что вы, ну, вот я, видите, вот я ушел, и все посыпалось. Ну, я не знаю, я думаю, что он как-то рассчитывает дотянуть там, ну, вот экономически до 2018 года, а там уже вот кого-то там мальчика для битья подставить. Ну, это очень трудно найти. То есть он видит, я правильно вас понимаю, что он видит, что все будет плохо, он не хочет брать на это, за это ответственность, но хочет сделать так, что это плохо, потому что он ушел. Ну, вот как-то так, или, по крайней мере, что, ну, я к этому отношения не имею. Спасибо большое, Алла. Это очень интересное мнение. Да, это интересное мнение. И логика в этом мнении есть. Но мне представляется, что все-таки очень опасно для Путина покидать этот пост. Верные элиты очень быстро могут оказаться неверными, когда будет разбалансированная ситуация. Даже, честно говоря, ситуация исчезновения там условного Путина, да, вот я пошел, а вот это самое, или уехал, не знаю, жить в Латвию. Шучу. Значит, она не настолько тяжела, потому что даже когда умер Сталин, ну, вообще, это мир обрушился, да, Сталин для Советского Союза, для мира была такая совсем уж особая фигура, посильнее даже Путина, да. Тем не менее, элиты поборолись. Поборолись довольно быстро, очень быстро распределили роли, очень быстро нашли сначала альянса, потом одного члена альянса успешно, значит, загубили, а потом загубили еще одного члена этого самого альянса. То есть, власть перераспределяется, народ не то чтобы безмолвствует, но, в общем, скорее находится в роли наблюдателя за процессами. Ну, и потом есть, что дают. Народ не идет с вилами защищать никого, да, ни Путина не пойдет защищать с вилами ни Хручева, ни Сталина, никого. Поэтому, в общем, безопаснее пойти на следующий срок и там уже дальше думать, как выходить из этой ситуации. Тем более, что мне не кажется, что это произойдет, учитывая то внимание, которое, на самом деле, уделяется парламентским выборам 2016 года с точки зрения легитимации этой системы, с точки зрения демонстрации того, что выборы честные, конкурентные, и что это вот очень важно их провести честными и конкурентными. И готовят все-таки под выборы Путина. И готовят под выборы Путина. Я думаю, что этот парламент это одна из таких вот колонн, которые будет этот режим поддерживать до 2018 года. Конечно, за 18 месяцев до выборов произнят много чего в стране, может случиться и в мире, но, мне кажется, пока расчет идет на мирный инерционный сценарий, спокойный выбор. Вот дальше дальше надо думать, как себя вести, что делать, уже будучи молодым и зрелым. Гурам из Ленинградской области. Скажите, пожалуйста, видите ли вы на горизонте, на путинском горизонте, я подчеркиваю, молодого и зрелого, чувствуете ли вы, что он кого-то уже присмотрел и готов передать свои полномочия этому человеку или готов предложить его для голосования к кандидатуру? Я готов ответить. Посмотрите на лицо Путина, внимательно смотрите. Это хитрая лиса, дальновидный хитрый лис. И он делает следующий финт. Вначале он скажет, что да, конечно, если народ против, я, конечно, уйду. Тем более, считаю, что он засиделся. Он сделает так, что поддержка 80%, или сколько будет опубликовано, народ выйдет на улицы и с плакатами поддержим Путина на второй срок. Тем самым он останется... Ну, простите, пожалуйста, третий, там уже какой срок? Да, просто на выборах. Стретий или наседленный срок. Тем самым он решит собственную проблему быть диктатором до конца своих дней. Другого пути, как говорит ваш собеседник, которого я очень уважаю, другого пути у Путина просто нет. Спасибо. Спасибо, Гурам. Я вспомнила о том, вспомнила, как, вот, когда была дискуссия о третьем сроке, которую Путин до самого конца не мог сам для себя решить. Вот этот срок вводить, не вводить. Они на всякий случай обставлялись со всех сторон общественным мнением. Движение за Путина, которое Павел Астахов, вы помните, Тверь за Путин, Тверь Путину верь, организовывало под третий срок. То есть вот пошли вот эти вот массовые спецы... Народ был организован, то есть, возможно, мы этот третий срок отдадим, не будем за него бороться, но на всякий случай придержим народное мнение, которое за, конечно, третий срок. Да, но после Крыма и такой проблемы нет. Нет проблемы консолидации. Она состоялась, и в этом смысле это константа. С начала года потихонечку падают рейтинги большинства государственных структур. Отвязался от путинского рейтинга рейтинг Медведева. Тем более, что он наговорил несколько неудачных резонансных слов. А путинский рейтинг одобрения деятельности стоит как скала. В него можно верить, в том смысле, что это не электоральный рейтинг, это просто... Путин — это Россия, как правильно сказал Володин. Россия — это Путин. Люди ассоциируют себя с этой фигурой, как вот... Это проблемы, да. Не с человеком даже, а с каким-то институтом надмирным. И Крым тоже, в общем, константа. И мы говорим, что эффект немножко исчерпывается, но он становится менее эмоциональным, а рационально он держится на этом уровне 80+. И, в общем, Путину не нужно прилагать сверхусилий для того, чтобы его избрали. Нужно спасать Единую Россию, там, у которой падает рейтинг, действительно он падает, она многое надоело, и так далее, и так далее. А вы знаете, что... Едва ли вы смотрите телевизор, поэтому я вам расскажу, что все ролики Единой России рекламные идут под лозунгом «Президентская партия». Единая Россия — президентская партия. Это единственный способ... И с голосом Путина, причем за кадром. Единственный способ поддержать сейчас приличные более-менее показатели. Другой разговор, что вот эта партийно-политическая, партийно-парламентская система построена так, что на самом деле эти четыре партии, которые пройдут в парламент, это и есть партия власти в расширенном значении этого слова. Это же избиратель у нас чист, простодушен и наивен. Если он хочет выразить недовольство экономикой или режимом, он думает, как бы мне его выразить. Идет, голосует за коммунистов или за справедливую Россию. На самом деле, он голосует за систему. Система остается устойчивой. А система это Путин. Давайте послушаем еще несколько мнений, которые мы записали. Вот что подразумевал Путин под словами молодой и зрелый. Я скажу, что на экранах, которые сейчас за нашими спинами, это теоретические кандидаты в президенты, которые, как думают наши читатели нашего твиттера, возможно, он держит в голове. Я еще раз напоминаю, что мы сегодня говорим не о том, кого бы вы хотели видеть с президентом, кто бы мог стать президентом. Мы говорим о том, кого-то он вообще себе представляет как президента, как смену себе. Владимир Милов, пожалуйста, слушаем его. Я думаю, что Путин, конечно же, хочет остаться на новый срок, но сейчас он маневрирует, маневрирует кокетник, потому что для него непонятен результат «Единой России» на выборах, который предстоит 18 сентября. Это будет очень серьезный тест, в принципе, про всю эту мифологию о сверхпопулярности власти. Я думаю, что у них вообще разные сценарии могут быть поведения, в зависимости от того, какой результат на домских выборах будет. Поэтому он хотел бы так по привычке напустить туман и неопределенности, но, конечно же, он не собирается уходить, и все это кокетство и маневры. Туман, неопределенность. Вот давайте послушаем теперь Валерия Хомякова, политолог. Что он скажет? Думаю, он никого, кроме себя, не видит. А то, что было произнесено, что он вроде как рано на эту тему говорит, я думаю, это некая игра или желание таким образом дать понять западным лидерам, что он за власть не держит. Хотя я думаю, что все-таки куда ему от этого не деться. Он, в общем-то, сам себя загнал в угол тем, что он сохранил себя у власти после 2008 года. Отсюда, я так полагаю, что, скорее всего, Путин будет кандидатом. Там дальше возможны варианты. Ну, в частности, предположим, он не полный срок будет находиться у власти, а года два, потом может выйти досрочно в отставку. В Твиттере, какие кандидатуры называли, каких людей называли в Твиттере? Люди в ответ на наш вопрос, кого он видит, Путин? Ну, 27% Рамзан Кадыров, 14% Антон Вайна, его новый глава администрации, 17% Катерина Тихонова, дочь Владимира Путина, и 42% — это, наверное, шутка Алексея Навального. Наверное, люди перепутали вопрос, решили, что мы спрашиваем, кто бы мог быть молодым и зрелым президентом, но, конечно, едва ли Владимир Путин видит Алексея Навального. Вы как этот список расцениваете? Вот эти фамилии. А, да, еще назвали, извините, будущего губернатора, но только не в процентах, а просто одно изменение было, что будущий губернатор Тульской области — Дюмин. Не будущий, а вот нынешний, который новый. Мне кажется, этот список скорее шуточный, чем серьезный, потому что и Кадыров, и Навальный — это, в общем, все-таки экстремалии некоторые, и вариант наследственного управления по потенциальному образцу Казахстана, Узбекистана, да, тоже здесь представлен. Это говорит о том, что, в общем, на самом деле не только Путин не знает, кто будет его преемником и будет ли он вообще, но и люди, в общем, не видят среди того набора политических лиц, который имеется сейчас, реального преемника Путина. Характерно, что никто не назвал того же самого Шойгу, да, который считается популярным министром, который нас всех защищает, который такой честный, правдивый и попадает все время бомбами туда, куда надо, и ведет справедливые войны во всех уголках земного шара. Не назвали, потому что, наверное, его тоже всерьез не очень воспринимают. Это время исполнителей, воли, имплементаторов, значит, воли начальника, и вот эти последние назначения подтвердили этот тренд, да, всякие охранники и протоколисты приходят. С одной стороны, можно сказать, ну, какой из там шефа протокола или охранника, будучи президент. Вспомним время, когда назначали Путина премьер-министром, и тут же заговорили о том, что он может быть президентом. Пожил какой-то человек с незапоминающимся лицом, из аппарата, из КГБ, ну, как он может быть публичным политиком? У него нет таких науков, он привык вербовать, разговаривать тайно, в специфических условиях. Нет, 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 он стал политиком, и политиком сильным, блестящим, который сейчас сильно переоценивается западным, считается стронгменом, там, с которым никто не может конкурировать. Ну, Андрей, давайте не будем забывать, что он заговорил буквами, словами, очень быстро. Он в 99-м году уже сортир-то приподнялся обществу. Да, он взорвал, что называется, по-научному дискурс. Да, наверное, там, допустим, Антон Вайна вряд ли сможет так взорвать дискурс, как это сделал Путин. В этом смысле очень, действительно, очень трудно найти человека в старом окружении, в новом окружении, который мог бы соответствовать пассионарностью своей посту наследника Путина. У нас самая пассионарная фигура, безусловно, это Игорь Сечин. Да. Ну, он жестко отстаивает свое доброе имя. Он очень как бы политически нагл. Просто этого никто не знает. Он, конечно, жестко отстаивает, но он настолько непубличный человек, что как именно он отстаивает, какими методами, с каким темпераментом. В общем, народу сейчас спроси, кто звонит. Да, народу, в общем, как-то все равно. Но вот в поле политического анализа вот эта история даже вокруг «Роснефти», «Башнефти» показывает, насколько это агрессивный, не боящийся высказывать свое мнение поперек мнения президента даже человека. Но он его осадил, президент, ровно поэтому «Башнефти». Он его осадил, но ровно в этом интервью он сказал, что все-таки «Роснефть» имеет право участвовать в аукционе по «Башнефти», потому что это формально негосударственная компания, мы не можем запретить. Мы просто откладываем. И нам нужны, в общем, деньги. А если кто-то дает больше, как собираются дать Сечину, тогда окей, пожалуйста, пускай двигается дальше. Но тем не менее, мы откладываем этот аукцион, тем не менее. Откладываем, потому что у нас нет согласия разных группировок, и слишком быстро и явно поддержать Сечина сейчас для Путина это, в общем, указать перстом на того, кто самый сильный среди вас всех. Это не очень хорошо. И Путин такого не любит. Он любит баланс, любит наблюдение до последнего момента, кто кого-то переборет, даже если это нанайские мальчики. Мы послушаем Михаила Виноградова, политолога, президента фонда «Петербургская политика». Пожалуйста. Насколько я понимаю, он так спозиционировал своего преемника, как молодого, но в то же время опытного лидера. Я думаю, что он пытается нам тонко намекнуть, что следующим президентом будет либо Алексей Навальный, либо Михаил Ходорковский. И что в ближайшее время мы можем как-то ожидать того, что будет изменено законодательство, и Навальный, и Ходорковский смогут принять участие в следующих президентских выборах. Это доля иронии, потому что, на мой взгляд, никаких преемников не может. Все должно решаться через чистые конкурентные выборы, которые в данный момент не пускают основных претендентов, так скажем, от оппозиции на эту должность. Думаю, что если этот преемник есть, то это точно не Дмитрий Медведев, как думают некоторые. И я думаю, что он, как и Путин, в свое время появится буквально за год до того момента, когда он должен будет выйти на свою политическую сцену. Скорее всего, сейчас этот человек живет и совсем не подозревает о том, что готовит ему судьба политическая. И как раз-таки те, кого прочат на это место, типа там Шойгу какого-нибудь и так далее, скорее всего, они это место не получат. Это прекрасная версия, что человек живет, не знает, что на него свалится президентство Российской Федерации. Восторг какой-то. Ну, знаете, это очень разумная версия, потому что в этом и есть, собственно, смысл. Кадровой политики Путина неожиданное назначение неожиданных людей. Кто знал, что там охранник Дюмин окажется губернатором? Или человек, фамилию которого я все время забываю, станет губернатором Калининградской области. Я был недавно в Калининграде и мне объясняли модель управления новая. Вот это никому неизвестное назначение, про которое никто ничего не знает в местных элитах. Это очень выгодная позиция. Для него все его боятся. Которому представлен сколько, 29-летний премьер, который должен разрывать оперативно-хозяйственные вопросы. Представлен еще человек из Петербурга, из комитета по экономике и финансам, который, собственно, будет заведовать экономикой и финансами финансами области. То есть грамотный бухгалтер, который может как-то более, может быть, даже честно перераспределять деньги. Вот такая модель. Как бы эффективная, как бы технократическая. Насчет назначения можно вспомнить историю с Михаилом Фродковым, который сам не знал, сидя в Брюсселе, что его вдруг вызовут в Москву и скажут, что ты будешь премьер-министром. Но это совершенно выбивалось из любых возможных схем. А это была, оказывается, модельная схема. Путин так действует. Взял, снял Касьянова, значит, назначил человека из ниоткуда. С не очень прочными связями с какой-либо из группировок элитных. Этот человек был премьер-министром. Другой вопрос, что дальше он не пошел ни в какие там преемники. Но вот эта модель премьера-непреемника может быть избрана, например, в 2018 году. А как справедливо заметил Михаил Виноградов, года за два, два с половиной до 2024 года уже будет найден какой-то настоящий наследник Тутти. То есть с большой долей вероятности можно говорить о том, что если с небольшой долей вероятности Владимир Путин уйдет в 2018 году и не станет принимать участие в выборах, то личность человека, который он видит как молодого, зрелого и будущего своего преемника, лидера России, несовершенно еще никому неизвестна и сам он об этом не знает. Тимур из Москвы, здравствуйте, говорите, пожалуйста. Добрый вечер. Я как бы опираюсь на новости последних трех лет, наблюдаю за Яндексом, новостями, телевизора у меня нет, просто я думаю, что он подумал, скорее всего, о Клоне своем, потому что в Сирию мы посылаем воздушно-космические войска, космодесантников, значит, к 23-му году у нас будет телепортировать овощи, то есть телепорт у нас будет везде стоять уже, а я думаю, что он все-таки думал о клонировании. Ну, может быть, может быть, что ж. 3D-принтинг. 3D-принтинг, 4,5. Заметьте, очень много шуток. Нет, надо, чтобы 4,5 со звуками, чтобы он же со звуками должен быть из подпрыгивания. Да, заметьте, что очень много шуток по этому поводу. Это хороший признак. На самом деле эта ситуация комична. Сизуация любой автократии, она смешная. У нас появились политические анекдоты в стране. Появляются анекдоты про то, как он давно сидит, потому что все-таки обратите внимание, что все анекдоты о Путине были немножечко снизу вверх, что вот он вот такой вот всесильный, все шутили, как он все может. И овощи тоже будут. Да, и овощи будут, да, да, да. А теперь появляются шутки. Хотя была шутка про наполеоносно сразу. Да. А теперь геронтология пошла все-таки как тренды. Это хорошо. Алла Павловна, вы здесь? А я здесь. Ну, слава Богу, говорите. Ой, здравствуйте. Здравствуйте. Вы знаете, я наконец-то звоню со стационарного телефона. Да что вы. Когда звонила Лиля Ахиджакова, я из электрички полной народу звонила. Так вот, значит, мое мнение, ну, во-первых, он никогда не уйдет. Вот мне, к сожалению, мало времени осталось в этой жизни. И мне очень-очень грустно. Потому что я, во-первых, то, что нас пугают, что если он уйдет, будет хаос, ну, куда еще хуже, чем сейчас может быть. Но такого не может быть. Если сейчас задача государства, если приоритет нашего государства не забота о стариках, а подслушивание и разгон митингов, ну, что еще можно ждать нам в этой жизни? Спасибо, Алла Павловна, вам за звонок. Я все поняла. Я вот хочу выступить с пожеланием, чтобы все, кто хочет дожить до этого, дожили. Вот кто хочет дожить до смены президента, чтобы все абсолютно были на эту минуту живы. Правильно, Андрей, присоединяйтесь? Это очень важно, что вы... Присоединяюсь, хотя вот еще, на самом деле, это еще одна версия, что, значит, этот президент будет вечно. Это не первый раз. Это такая шутка, ну, в общем, своеобразная, но я не первый раз ее слышу в наших, так сказать, разнообразных дискуссиях. Это не шутка. Это как раз не анекдот насчет вечного Путина. Это, на самом деле, комично и ужасно, и нелепо. Господи, ты, боже мой, до чего мы дожили? Я помню, так сказать, разговоры со своими старшими друзьями, да, из поколения отца, которые говорили, ну, вот мы-то, в общем, дожили сейчас, нас не станет, но ты-то доживешь уже, так сказать, да. Теперь я то же самое могу говорить своему младшему поколению. Вы-то, может, доживете, но на моем-то веку уже пока там транзит от Путина к не Путину произойдет, очень много времени на это хлопается. А пенсии не будет, между прочим, никакой. У кого? Ну, вот у нашего поколения. Откуда она возьмется-то? Ну, это да. Вова, ну, пока еще, ну, для того, что вот ни разу еще как мотивация проблема пенсии. Вот сейчас на эту самую, на имплементацию закона Яровой, на эти деньги Ростех будет хранить данные граждан. Да. Но вот, к большому сожалению, в России еще пока в качестве движущей силы протеста материальные проблемы не играли никакую роль. Ну, не считая отдельных шахтерских там, кассок на Горбатом мосту. Вова из Свердловской области, здравствуйте, говорите, пожалуйста. Добрый вечер. Что-то Вова-то вас зовут. Вы как, вот Мальцев зовет так Владимира Путина Вова, и вы себя вслед за ним. Ну, вы знаете, кто кого зовет, как я и знаю. Я вот, Владимир, не дорож, я думаю, что не дорожду. Это же накладывает какие-то, сами понимаете, Комплексы. Я просто Вова, просто Вова. Хорошо, хорошо. Вот я не совсем понимаю, собственно, вот два уважаемых человека серьезно рассуждают уважаемые студии на территории Радио Свободы о том, что какой-то там приемник возникает и так далее. Собственно, с чего это делают? Собственно, почему должен быть приемник? Да потому что Путин сказал, что он этого не исключает. Мы же... Хорошее здоровье. Наш имеледрит президент хорошее здоровье имеет. Почему его, как президент, уже хоронят? Вова, он сам... Подождите, подождите, стоп, вы ничего не поняли. Вы не сначала нас слушайте. Мы говорим о том, что сам Владимир Путин не исключил в того, что он в 2018 году никуда не пойдет. И он знает, что у России в такой ситуации может быть лидер молодой и зрелый. И мы спрашиваем вас, кого, как вы считаете, видит ли он его уже сейчас. Всего осталось-то меньше двух лет, полтора года. Не может он не видеть эту фигуру. Вот мы просто спрашиваем вас, видите ли вы вслед за ним такую фигуру. Я поняла, что вы не видите. то, что, я понял. Вы знаете, то, что он начать не исключил, это не делали, что он уже, как бы, это самое. Что его сказать нашему президенту, что он не исключил, что мы уже начинаем серьезно обсуждать. Потому что как-то... Мы не можем... Нет, извините, пожалуйста, мы всегда, Вова, мы очень серьезно обсуждаем любые высказывания президента Российской Федерации. Мы очень серьезно к нему относимся. Я предлагаю продолжать слушать Владимира Путина. Вот второй любопытный фрагмент, который прозвучал вот в этом интервью агентству Bloomberg. Вы смогли управлять Россией 16 лет. Посмотрим на ключевых лидеров. Мало кто из них держится дольше 5-6 лет. Какой совет вы дали бы этим людям, чтобы они подольше продержались у власти? Как это ни странно прозвучит, мне нужно хвататься любой ценой, стараться удержаться за какое-то кресло. Ведь я не просто, как вы сказали, был там 16 лет. Я 8 лет был президентом Российской Федерации. А потом, не нарушая Конституции, не изменяя ее под себя, я просто не стал баллотироваться на третий срок, что было невозможно в рамках действующей Конституции. У нас в Конституции написано, можно избираться два срока подряд. Я так и сделал, два срока был избран, а потом просто ушел и перешел на другую работу. Работал 4 года председателем правительства. В соответствии с Конституцией, когда такое право у меня возникло через 4 года, я баллотировался на должность президента. Был избран, работаю сейчас. Так что это не 16 лет, это 4-4-8, и вот сейчас 4. В должности президента я работаю 12 лет. Но вы знаете, что... Хотел понять, просто как бы причина вашего успеха, в чем заключается ваш успех? Сейчас, подождите. А вот что касается длительности, вот один из примеров Канады, допустим, по-моему, 16 лет было в власти. А канцлер ФРГ сейчас, а на сколько в власти? Если мы говорим о первой позиции в исполнительной власти. Но 16 лет. Но не 16 лет. Вы преуспели, вы обогнали всех их. Так и я не 16, я 12. Она уже, по-моему, не меньше. Дело ведь не в этом. Дело... Я не знаю, какие здесь могут быть секретов. У меня секретов нет. Я просто всегда стараюсь чувствовать настроение людей, чувствовать их потребности, их настрой на форумы, на способы решения задач, на их приоритеты и ориентироваться прежде всего на это. И мне думается, что вот это самое главное в работе любого человека, который занимается той работой, которой народ России доверил мне. Ну вот, Андрей, здесь два момента. Ему очень не хочется, чтобы создавать ощущение, впечатление Брежнева. Он отпихивается от этого, отбивается, говорит, что я один такой. И второе, секрет его такого долгого пребывания у власти состоит в том, как он всем объясняет, потому что люди доверяют мне, поэтому я у власти так долго. Ну, классическая автократия. В общем, лидер вообще-то, даже если он автократ, тем более, если он автократ, он должен быть популярен. И он в известной степени популярен. Правда и в том, что Путин в некотором смысле это портрет среднестатистического россиянина с его предубеждениями, с его представлениями о жизни, с грузом советского, постсоветского, с какими-то обидами, с комплексами в том числе. Как любой нормальный в общем человек. Ну, просто это и нормальность, но это и проблема. Когда человек является государственным деятелем, он в общем должен немножко в сторонку это отвести как-то. Путинские обиды на западных лидеров в нулевые годы, путинская неэволюция взглядов, взгляды у него, я уверен, были всегда теми, о которых он говорит сейчас открыто. Его способность говорить об этом открыто, это все результат того, того, что он разорвал, перешел все красные линии, разорвал все путы с, что называется, приличным обществом. Как в приличном обществе нельзя сморкаться в занавеску, так и нельзя брать Крым, говорить о том, что мы готовы были привезти ядерное оружие, после чего он говорит в этом же интервью, что, господи, мы никогда в жизни, это бред какой-то, мы не должны были применить, мы никогда не применим ядерное оружие, а кто говорил, что мы его применим. Это вот уже, это другой груз, это груз КГБ СССР. в этом, раз я такое говорил, я такое говорил, я такого не говорил. бесконечное перевербовывание собеседника, собеседников, как вот масса людей, которые за него голосуют, это все время, вот когда я на него смотрю, эмоционально, это вот как на допросе в компетентных органах, пока еще в качестве свидетеля. И это ощущение, он то, значит, кнут, то пряник предлагает, то врет напрямую. Слушайте, самый замечательный для меня эпизод этого интервью, это разговор о том, кто хакнул демократическую партию. На государственном уровне два раза говорят, Путин, мы этим не занимаемся. Значит, в том смысле, что, может быть, мы отдаем приказание каким-то частным структурам, которые аффилированы тесно с государственным уровнем, они уже, но не в этом дело, здесь он тоже говорит, не в этом дело, уже в том, что это же безобразие, оказывается, демократическая партия. Работал на одного кандидата, а не на всех. Это же, в подтексте звучит, это аморально. То есть, он еще и в аморальности обвинил, значит, западную демократию, воспитывает их, как себя вести. Это потрясающе. Он говорит, мы на государственном уровне, мы на государственном, мы этим не занимаемся. Это не значит, что мы этим не занимаемся на других уровнях. Это вот та самая жанра профилактической беседы, значит, на Кузнецком мосту или на Лубянке. Сергей из Ростовской области, слушаем вас, и потом уже москвичи. У нас же опрос есть на эту же тему. Пожалуйста. Здравствуйте. Здрасте. Вот Крыл, Крыл, он взял без боя, да? Правильно? Да. Без боя. Ну, а иначе бы сожгли их всех, повесили, он сказал в этом интервью, что если бы мы не взяли, так было бы... То, что в Одессе, хотя Одесса была позже гораздо. Алло, русскоязычное население. Все, там в России лучше жить, чем в Украине. И они как бы за конфетку продались. А остальное не получилось. Ну, в России не получилось. Ну, а так как он живет в своем, ну, как в плане, вот он женился на Акабаеве, да? И он не признается. Правильно или нет? Ну, я думаю, что правильно, да. Вот я думаю так. Так, правильно. Он же не признается, поэтому мы с вами можем думать все, что хотим. Так, правильно. Да это уже все знают, что он женился на ней. Господи. Двое детей, уже третье, она беременная ходит. Третье. Ну, ну, чего не признается? А он говорит, да, нравится нас. За то, все. Просто ему пока зомби-ящик работает, он будет еще долго, как Роберт Мулаве, знаете, Роберт Мулаве в Зимбабве, до него 95 лет. Слышали такого, нет? Знаем, знаем, знаем. Да, как раз его часто вспоминали в связи с Каримовым сейчас, такой популярный герой. Он будет до 100 лет, если смерти сегодня говорят. Ну, и все. Сергей, спасибо вам за ваш замечательный звонок, очень мудрый. И слушаем теперь москвичей. Будущий лидер России должен быть достаточно молодым, но зрелым. Как вы думаете, кого имел в виду Путин? Себя. А он уже не молодой. Ну ладно, он молод душой. Это важнее, чем внешне быть молодым. Информация, наверное, закрыта для нас, для народа. Главное, чтобы этот человек сумел мир удержать во всем мире. Это самое главное. Кризисы мы переживем, курс доллара 150. Мы тоже переживем. Главное, чтобы утром проснулся, было голубое небо. Все тоже зависит от президента, от хозяина в доме. Поэтому, какой он будет по возрасту или какого будет его фамилия, это не главное. А главное, чтобы было, ну, похоже на нашего сейчас, нынешнего президента. Ну, я думаю, что у него только один преемник, Медведев. Он молодой и зрелый. Так уже не очень молодой, за 50 ему. Ну, на вид молодой. А кого еще можно выбрать? Кто еще может руководить страдой? Меня тогда выбираете? Не вопрос. Я буду руководить. Может, у меня какие-то преемники есть, пока которых не разглашают еще. Имею в виду, ну, готовят под себя какого-то человека, которого в последующем будут на выборы ставить. Вполне возможно. Имен я тоже не знаю, не могу предположить так. Вы думаете, кого Путин выберет, тот и будет? Ну, думаю, да. Мне больше бы хотелось, чтобы он был. Больше никого не хочу. Он мой самый любимый человек, который вот такой всегда открытый, такой честный, порядочный. Я, кроме Путина, никого не хочу. Имел в виду, кого выберет народ, но пока что у нас Путин молодой и лидер. Пока что пускай остается, наверное. Мне кажется, что Владимира Владимировича сложно заменить кем-то на политической арене. Ну, наверное, себя. Он еще раз будет президентом у нас. Он же не молодой. Ну, зато он опытный, зато он знающий. А кто молодых? Молодых у нас тут и нет в его окружении достойно. Себя. Путин, ну, наверное, себя по-прежнему. Самого себя. Себя. Владимир Путин. Его имя. Расторг? Вот вся наша высоколоба политология, на самом деле, разговор на улице, да, разные версии, в общем, превалирующая версия. Одна, что она имела в виду себя. Есть такой квазикавказский анекдот, когда человек продает барана. Он говорит, выбирай барана, хороший баран, выбирай. К нему подходит председатель, там, райсовета, говорит, что ж ты вот обманываешь? Из чего выбираю? У тебя один баран. Он говорит, мы же тебя выбирали. И эта ситуация, вот она описывается. Этим коротким анекдотом. Да, но они, смотрите, тут два потока мнений. Одни говорят, что он имел в виду себя, а вторые говорят, и мы имеем в виду его. То есть, куда они крути, куда они плюнь, никим, все наклеим. Нету альтернативы в головах у людей. Кстати, гендерно, вот эта небольшая подборка, она говорит о том, что женщины выбирают Владимира Владимировича, заслуживают отдельного изучения. Не очень понятно, почему. Это что за подборка? Ну вот, вот это подборка мнений с улицы. А, вы имеете в виду, что больше? Женщины подряд говорят, что Путина почему нет, он мой любимый, он замечательный, а кого еще? Кстати, не исключено, что и социологические опросы могут быть точно такими же, вот по соотношению мужчин и женщин. Да, что там внутри социологических опросов с гендерными. Это говорит ровно о том, что никто никуда уходить не собирается, что выбирать будем Владимира Владимировича Путина. Перед каждыми выборами он говорит, что российский народ решит, я еще не определился, каждый раз он определяется. Соответственно, вся полная неопределенность начнется в первый же день после его инфигурации. Ну что ж, у нас есть еще время, чтобы послушать одного политологического блогера по имени Александр Евсин. Слушаем. Я думаю, во-первых, Дент России в настоящем моменте не мыслит категориями преемников в том смысле и как бы подбирая конкретную кандидатуру, потому что у нас ранее все-таки к власти приходят путем просто назначения там человека на пост президента, путем выборов. Поэтому в данном случае слова Путина следует трактовать как то, как он видит, как хотел бы видеть того человека, который придет, когда его полномочия закончатся. При этом стоит отметить, что Владимир Владимирович имеет право подвигаться в 2018 году. Собственно говоря, тут все зависит от его решения. Я считаю, что он находится в настоящий момент на пике своей и политической формы, и в отличной физической форме. Поэтому на никаких оснований полагаешь, что Владимир Владимирович не будет баллотироваться в 2018 году, я не вижу никаких оснований. Но учитывая тот колоссальный кредит доверия и поддержку, которую оказывают граждане России Путина, то вероятнее всего в 2018 году вновь будет президент Путин. То есть он будет баллотироваться на этот пост и, соответственно, изберется. Пик. Пик формы у него бывает? Не пик у Владимира Путин. Не пик. Нет, он всегда на пике и в этом секрет его 80%. Еще раз повторюсь, самая сложная для него задача это транзит власти после 2018 года без суда, без следствия спокойно и на пенсию. Это самое главное содержание этого срока. Это самое главное и это самое сложное. Мы завершим на этом программе лицом к событию на волнах Радио Свобода и следим за дальнейшими перемещениями Владимира Путина в пространстве. Редактор субтитров А.Семкин